Половина территории Израиля пустыня. Со стороны не понять, что на этих камнях страна выращивает большую часть своих овощей и фруктов. Считается, что в таких ужасных условиях невозможно вести сельское хозяйство. Но у Израиля не было другого выхода. Вот так в местной пустыне выглядят земляничные поляны. Висячие сады напоминают автоматизированный цех. За климаты орошения отвечает компьютер. Человек сюда приходит раз в год собрать урожай. Иностранные туристы, впрочем, почаще сфотографироваться. В тепличных зарослях даже городской житель сразу заметит несуразицу. Кто сказал, что арбузы не растут на деревьях? Так вот же они. Эти полосатые мячики весом до полукилограмма здесь именуют арбузами порционными, то есть на одного едока. Арбузное дерево – лишь часть большого сада новых бахчевых. Вот подвесные тыквы чуть в стороне, на ветках – порционные летающие дыни. Когда дыни и арбузы растут на деревьях, за ними гораздо легче ухаживать. Но главное, мы решаем таким образом проблему их болезней. Они не гниют, никаких заражений, никаких грибков. Израильское сельское хозяйство – это большая экспериментальная площадка. В маленькой стране сразу 10 научных сельхозинститутов. То, что еще вчера было в лаборатории, сегодня уже на полях. Вот новый сорт томатов – «Черная галактика». По вкусу – обычный помидор, по цвету – обычная черника. С таким же, как черники, набором полезных витаминов. Черный цвет – это и есть то, что делает их здоровее. У них есть больше витамина С. И по сравнению с обычным красным помидором я бы советовала выбирать черный. Черные помидоры, ярко-желтые кабачки, красные лимоны. Пади угадай, кто есть кто на этом маскараде овощей. Среди всех местных чудо-овощей лично я для себя выделил бы вот этот вот перчик. Называется «Не верь глазам своим». Он сладкий, как конфета, а внутри нет косточек. В общем, совершенно детская забава. Директор агрофермы согласен. Они сотворили эту полезную овощную конфетку специально, чтобы отучить детей от вредного фастфуда. Мы хотим, чтобы наши дети грызли наши сладкие перчики вместо чипсов. Свои фрукты и овощи из пустыни с любовью Израиль экспортирует по всему миру. Но в данном случае движение наоборот. Эта фирма решила разводить на Ближнем Востоке чисто русский продукт. Таких огурцов здесь еще не бывало. Новые огурцы с пупырышками с запахом России. Просто запах детства, вкус детства. В пустыне зеленый с пупырышками растет не хуже, чем в огородах среднерусской полосы. Сегодня каждая израильская грядка маленькая сколкова. Приборы контролируют влажность почвы, содержание минералов, здоровье саженца. Вся информация поступает в интернет. Современный крестьянин управляет растительной жизнью прямо с мобильного телефона. Евгений Эрлих, Вячеслав Книжин. Специально для РЕН-ТВ. Израиль.